Театр Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы совершим путешествие в удивительный мир театра. Театр – удивительное искусство, которое заставляет думать, анализировать, сопереживать, радоваться и грустить. Современные постановки выходят далеко за рамки классического репертуара, экспериментируя с формами, жанрами и декорациями. Сценические эксперименты дают возможность зрителям шагнуть за пределы зоны комфорта и увидеть непривычную, нестандартную игру. Любовь к искусству вдохновляет на новые свершения не только актеров, режиссеров и постановщиков, но и архитекторов. Фотографии оригинальных театральных площадок – яркое подтверждение того, что полет дизайнерской фантазии не имеет границ. Необычный театр есть и в России, и в других странах мира. О самых удивительных мы расскажем прямо сейчас. Санкт-Петербург – многолекий город, в котором сосредоточено больше десяти необычных театров. Каждый предлагает зрителю свое видение, уникальную концепцию. Театр-особняк на Каменноостровском проспекте – одно из нестандартных заведений. Особняк полностью оправдывает свое название. Рассчитанный на 80 мест, он больше напоминает экспериментальную лабораторию. Здесь берутся за пьесы неизвестных или малоизвестных авторов. На сцене приветствуется импровизация, а каждая постановка глубоко философская. Это единственное место в России, где ставят спектакли по картинам Брехеля и Босха. Путешествие по самым необычным культурным пространствам мира продолжается в Австрии. В городе Брегенс есть сцена под открытым небом. Фестиваль проводится в Австрии 1946 года и привлекает десятки тысяч туристов. Плавучая оперная сцена Брегенского фестиваля стоит на свадьбе в Боденском озере. Во время спектаклей озеро используется как приложение сценического пространства. Посмотреть спектакль на плавучей сцене, такой театральный опыт запомнится надолго. Для каждой постановки создают необычные декорации. Из последнего, что впечатлило зрителей, это 24-метровый рюст и кабинца высотой 24 метра и весом 60 тонн. Надводной гладью классические оперы звучат по-новому. Режиссеры-постановщики фестивальных концертов используют современную акустику, сложные декорации и спецэффекты. Каждые два года сцену полностью перестраивают, поэтому есть смысл возвращаться сюда снова и снова. В зале под открытым небом помещаются 6 тысяч зрителей. Но билеты раскупаются быстро, потому что фестиваль проходит только летом. Здание этого театра самое популярное в Австралии и самое узнаваемое в мире. Фотографии с ним чаще всего публикуют, когда речь идет о Сиднее. Сегодня это визитная карточка города, которая входит в число 20 финалистов проекта «Семь новых чудес света». Здание Сиднееского оперного театра похоже на корабль с поднятыми парусами. Архитекторы придали ему такой облик не случайно. Раньше на этом месте находилась гавань с фортом. В 1973 году этот театр лично открыла королева Лизавета II. В театре 5 залов разной вместимости. Театр может похвастаться самым большим занавесом в мире, который называют занавесом Солнца и Луны. Его создали по эскизу художника Кобарна во Франции. Общая площадь полотна составляет 186 квадратных метров и состоит из двух частей. На его изготовление 8 ткачей потратили 8 месяцев непрерывного труда и использовали 4,5 тысячи километров нитей. В главном концертном зале театра имеется самый большой в мире механический орган, состоящий из 10154 труб. На его создание лучшим матерам понадобилось более 10 лет. В Сиднейском оперном театре ежегодно проходит около 3000 концертов, спектаклей и других мероприятий, на которых присутствует более 2 миллионов человек. И это уже не говоря об экскурсиях. Огромная площадь театрального комплекса требует от рабочих сцен идеальной физической формы, ведь каждому из них ежедневно приходится проходить расстояние в 13 километров. Одним из самых необычных в мире является театр «Пассажиры» – французский уличный вертикальный театр, созданный в 1988 году режиссером Филиппом Рью и актрисой Кристиной Бернард. В этом уникальном театре нет ни настоящей сцены, ни занавеса, ни зрительного зала. Для постановок используются городские здания, мосты, большие парки, скверы, башенные краны, памятники истории и архитектуры, промышленные свалки, заброшенные фабрики и заводы. В спектакле сцены является большая вертикальная поверхность. Частью декораций во время представления становятся строительные леса, различные пирамиды, канаты, тросы или сети. «Пассажиры» – самый необычный и опасный театр в мире, спектакли которого включают в себя элементы циркового искусства, пантомимы, акробатики и современного танца, создающие впечатление, что люди могут летать. Во Вьетнаме есть необычный кукольный театр, в котором кукловоды управляют куклами, стоя по коленам в воде. У кукол предусмотрены специальные пружины, при нажатии на которые появляются брызги, волны и другие задуманные по сценарию эффекты. Водные сцены существуют во Вьетнаме с XI столетия, но мировая известность и популярность пришла к коллективу в 1984 году после гастрольного турне по Германии, Франции, Италии и Голландии. В каждом спектакле занято 11 кукловодов, каждый обучался мастерству 3 года. Во время представления кукловоды находятся за ширмой и управляют марионетками с помощью длинных бамбуковых палок. Театр мимики и жеста – первый в мире и единственный в России стационарный профессиональный театр глухих актеров. Создан он был в 1963 году в Москве. Спектакли театра основаны на выразительности жестового языка глухих, на пластике элементах пантомимии, музыки и танца. Актеры на сцене говорят языком жестов, эмоции передает их меняющаяся мимика. Каждый зритель, побывавший хоть раз на спектаклях, обращает внимание на пластичность, выразительность и красоту происходящего на сцене. Побывать на представлении Московского театра могут не только глухие люди. Для посетителей с нормальным слухом есть синхронный звуковой перевод. В постановках есть танцевальные номера, они проходят под обычную музыку. Театралы удивляются, как актеры не сбиваются с ритмом и танцевать, не слыша музыки, очень сложно. Центр театрального искусства «Дом Мирхольда» был открыт в Пензе в качестве музея 24 февраля 1984 года и стал первым мемориалом всемирно известного театрального деятеля не только в России, но и за рубежом. Центр располагается в мемориальном доме семьи Мирхольд, объекте культурного наследия федерального значения. Старинный деревянный дом, построенный в 1881 году, часть бывшей городской усадьбы. В настоящее время Центр объединяет Государственный драматический театр доктора Дипертутта и музейную экспозицию «Мирхольд. Хроники». В театре всего 10 актеров, только мужчины. Они же рабочие сцены и оформители, то есть постановочный цех. Они же исполнители женских ролей. Все умеют танцевать, петь, играть на многих музыкальных инструментах. Некоторые места обладают странной инстинктивной силой привлекательности. Театр Дальхалла, который был преобразован из запрошенного известнякового карьера в интернациональную фестивальную сцену, одно из таких мест. Представления проходят с несравнимой акустикой, абсолютно без эха, в почти полной тишине. Дальхалла обеспечивает удивительно прекрасное место. Встречи для исполнения и прослушивания музыки. Изумрудное зеленое озеро, окружающее сцену, может быть то Миссисипи, то Нила. Оперное представление становится магическим. Гора пылает, и озеро как будто в огне. Природа является естественной частью спектакля. Слава об этой фантастической оперной и музыкальной арене быстро разнеслась за пределы Свеции. Театр Дальхалла был официально открыт в 1993 году, и с тех пор зрители текаются сюда все в большем количестве. Они приезжают, чтобы увидеть и услышать оперные или другие музыкальные спектакли, симфонии, концерты, камерную музыку, балет, а также джаз, народную музыку, и при этом получают высочайшие качества. Однажды, побывав в Дальхалле, вы никогда не забудете свои впечатления. Норвежский национальный театр Восла спроектирован и построен в ультрасовременном стиле, но дизайн строения гармонично вписан в окружающий ландшафт. В соответствии с задумкой архитекторов, здание выполнено в виде айсберга и построено у берега. Крыша театра собрана словно мозаикой плит белого мрамора и спускается до земли. Благодаря такой покатой форме каждый турист может подняться к самой высокой точке театра оперы и балета и рассмотреть столицу Норвегии с необычной точки. Это одно из самых технически оснащенных театральных зданий. Сцена состоит из 16 платформ, которые могут двигаться в любом направлении. Некоторые части сценического оборудования находятся на 16 метров ниже уровня воды в заливе. Чтобы туристы могли побольше узнать о внутреннем устройстве театра, для них проводятся специальные экскурсии. Гостей отводят за кулисы, знакомят со всеми этническими секретами, показывают мастерские, где хранятся реквизит и шьются театральные костюмы, а также разрешают подглядывать за тем, как проходит постановочный процесс. Для настоящего искусства размер не играет значения. Даже крохотный деревянный павильон при грамотном подходе может превратиться в настоящий храм Мельпомен, как это и случилось в австрийском городке Феллахе. Посреди местного парка расположился самый маленький театр в мире под названием Кремлевский двор. Название театра выбрано не случайно. Здесь частенько ставят пьесы на русском и других славянских языках. Миниатюрная сцена размером 130 на 130 сантиметров заставляет режиссеров и актеров прилагать колоссальные усилия, чтобы адаптировать произведения русских классиков для постановки. О карациях и говорить не приходится. То крохотное пространство, что остается вокруг сцены, должно вместить еще 8 зрителей. Несмотря на аскетические условия проведения спектаклей, театр открыт круглый год. На сцене Кремлевского двора играются собственные и гастрольные спектакли, ставятся пьесы, балеты и музыкальные постановки. Уникальный театр заслужил почетное место в сердцах зрителей, которые заблаговременно покупают билеты на представление. Что не спектакль, то аншлаг. На исторической части Пекина расположился Национальный центр исполнительных искусств или, как его еще называют, Большой театр Китая «Жемчужина на воде». Он занимает огромную территорию в 150 тысяч квадратных метров и является самым большим по площади театром, оперой, а также, пожалуй, одним из самых необычных театральных сооружений. Это современное чудо света вмещает около 6500 зрителей. Купол этого удивительного сооружения обшит изнутри панелями из бразильского красного дерева, а пол выложен плитами из белого, желтого и серого мрамора. Громный вестибюль соединяет три зала театра – оперный, концертный, а также небольшой зал драматических спектаклей, который полностью декорирован шелком. Театр полностью окружен искусственным незамерзающим озером. Вход в здание находится под землей на глубине 8 метров и представляет собой длинный тоннель под стеклянной крышей. Это сделано для того, чтобы, попав под воду и проходя по галереи, человек избавлялся от груза забот и почти в буквальном смысле начал свое погружение в мир прекрасного. Что общего у классического балета и синхронного плавания? На первый взгляд, абсолютно разные направления творчества. И так было до тех пор, пока в Москве не появился первый в мире подводный театр. Событие состоялось в 2004 году, и по сей день представления проводятся в спорткомплексе «Олимпийский». Все актеры, участвующие в шоу, являются профессиональными спортсменами. Постановки можно с уверенностью назвать экстремальными, настолько неординарными, а порой и реально опасными выглядят трюки, исполняемые бесстрашными артистами. Добавляют зрелищности и особая система освещения, благодаря которой создается эффект парения актеров в воде. Спектакли начинаются в полной темноте, затем подается боковой и фронтальный свет, за счет чего в аквариуме создаются необычные сюжетные картины. Театр – искусство прекрасное. Оно облагораживает, воспитывает человека. Тот, кто любит театр по-настоящему, всегда уносит из него запас мудрости и добраты. Продолжение следует...